так привет друзья привет youtube находимся мы опять на магистрале как и предыдущий рейс видео есть на канале вот очень стоять в очереди немало там около 13 машин решил записать такой небольшой видеоролики название вы уже догадались это обзор такой обзор мазануться моей машине на которой я езжу вот что делать что дорабатывать и неисправности были в общем попытаюсь все рассказать не знаю что из этого получится итак поехали значит мазик у нас получается 20 года в декабре месяц он пришел сейчас у нас конец июля за это время мы успели накатать значит 70 тысяч километров значит 70 тысяч километров намотали да в принципе уже кое-какие неисправности поплавали за что кабину я поднимать не буду под кабины там все принципе нормально никаких течи все сухо ничего пока не лопалось никакие трубки все нормально значит начнем ну наверно с головной части машины то есть первую очередь это было сделано на лето вот такая вот сеточка мы поставили вот такую сеточку но это чтобы интеркулер у нас не забивался всякими мухами песком камешки не попадали ну то есть если камешка падает он уже в соту не пробивает туда не залетает он об нее ударяется и отлетает вот так же здесь вот есть получается трубочки у нас идут вот здесь интеркулер вот идет и вот там внизу вот так вот трубки идут вот эти трубки и сразу перетирает их сразу надо делать бандаж что такое бандаж значит берем кусок шланга разрезаем короткий разрезаем вдоль натягиваем сверху и хомутиками затягиваем чтобы он не перетирала то есть что с той стороны что с этой стороны их перетирает это у них болезнь это у них постоянно такое происходит вот значит номер соответственно переставили номер стоит по ублюдке с завода, вот он, у него крепление вот, ездим мы, ребят, по лесу я не знаю, как, то есть бывает весна, осень плохие дороги, пока с делянки выезжаешь блин, по пять раз бывает, тросом цепляешься, то есть, постоянно откручивать номер, ну, это, мне кажется бред полный вот, так же у нас, получается так, ну, до этого, ладно, мы потом дойдем вот, значит, решеточки обязательно пристегиваем, вот на такие штучки ну, то есть, она открывается, фары надо помыть, мы ее вот так вот открыли наверх фары помыли, значит и обратно на место вот так вот, вот, застегнули ну, чтобы не потерять решеточку, потому что все их теряют это, в принципе в пределах нормы, ну, вот, подваренные значит, крепления под торсион и лопату вот такие вот сюда вот эти фонарики, они стояли вот там вот наверху, вот там вот наверху они, получается, светят туда-назад на лес вот, но мы их переставили вот сюда, вот вниз, чтобы освещать, то есть, задом сдаешь когда темно, то есть, удобно, в принципе очень хорошо, и, соответственно сама труба, она была, вот видно, черное пятно а труба, она идет вот так вот в бок загибается сюда вот, мы ее сделали ну, это какая-то печная труба короче, 110-й диаметр сверху ее просто наставили и прикрутили его к креплению вот этого самого фонаря, который должен там стоять наверху в принципе сейчас, в общем, очень плохо, когда, получается, у нас зимой, когда морозы газу даешь, прям белый-белый густой дым идет и, то есть, этот белый густой дым он выходит сверху и уходит вот так вот вниз, по касательной туда вниз, то есть, тебя никто не может обогнать ни маленькие, ни большие, особенно, когда ты газуешь ты сам, во-первых, в зеркало ничего не видишь потому что там просто стена дыма стоит сам на обгон идешь, хочешь на обгон идти и, блин, приходится газ отпускать, чтобы дым прошел чтобы увидеть, не обгоняет ли тебя случайно кто-то там еще вот, ну, так же с этим, в принципе, фонариком было сделано вот, запаску мы, значит, запаска изначально она висит вот здесь, вот с этой стороны вот здесь вот она должна висеть на раме вот, мы ее перевесили вот туда потому что, бывает, загрузишься по полной дороги плохие, ямы, бугры, по настилам скачешь в общем, суть в том, что вот у меня опять оторвало, смотрите ее постоянно отрывать, я не знаю я их уже, конечно, здесь болт стоял болт стоял, я его закрутил и заварил вот тот остался, заваренный короче, опять оторвало болт потому что амортизирует очень, ладно, значит, запаска висела здесь изначально, мы ее повесили туда, чтобы ее не оторвать потому что многие их отрывают где-то в яму проваливаешься значит, что бывают такие ямы проваливаешься что, кстати, одно из первых видео на канале там, где Супер еще работал вытаскивали меня бывает колея, яма, вот смотрите вот здесь вот, да, высота вот я сейчас специально подойду вот, выше колена то есть, она мне вот так рама выше колена то есть, и бывает заслядешь так, что вот этой рамой вот этой ты ложишься полностью на песок а здесь, вы представляете здесь еще запаска висит то есть, запаски отрывают вообще на ура вот, поэтому запаска перевешена туда ну, трос мы возим вот так вот прямо на раме то есть, просто посередине он валяется никуда он сюда не убегает сейчас надо будет найти мне болт поставить болт на место, затянуть а то можно потерять это значит, рельсы, чтобы когда тебя выгружают захватом чтобы раму не портить вот здесь, потому что когда у нас вот этой первой рельсы не было вот этой вот передней вот, нам погнули полы видать, какой-то молодой манипуляторщик был ну, в общем, тракторист с захватом взял зажал его и загнул нам что эту половину пола что ту они были загнуты поставили, короче, две вот такие вот рельсы вот соответственно, дальше что у нас идет это фаркоп ребят, вот эти фаркопы мазовские это такое ублюдство это полное ублюдство это я не знаю просто он он весь как я не знаю вот так вот то есть эти фаркопы вообще ходят 25, ну 30 тысяч максимум вот после 30 тысяч они уже требуют капитального ремонта ребят вот этот фаркоп проехал 70 тысяч километров и он, блять до сих пор ездит то он, конечно, уже ужасно дергает он даже, знаете я вам скажу он не просто дергает он прямо стучит то есть если ты чувствуешь что тебя прям дергает то когда ты открываешь окно там прям короче, ладно фаркоп у нас по гарантии сейчас уже идет новый сейчас поменяем вообще, конечно в планах было бы хорошо бы поставить импортный вот ну этот красный который с шаром идет хорошие фаркопы вот а это вот ублюдство если вот он новый получается новая втулка в серьге новый палец все новое и отстегивать его я не знаю я отстегивать его не буду потому что ты его потом хер застегнешь вот значит здесь также поставили две пружины вот кто-то говорил мне что не ставь у тебя сразу все оборвет эти пружины слабые ребят все нормально держит здесь изначально идет одна пружина с тросом и вот там должна стоять трещотка которая закручивается чтобы поднимать отпускать дышло просто убираем эту трещотку потому что трос вот здесь должен стоять ролик в этом месте такой ролик через который пройдет трос он перетирается в этом месте трос и троса хватает 2-3 рейса, троса нет 2-3 рейса, троса нет короче наварил вот туда второе ухо поставил просто 2 цепочки через шаклы, 2 цепочки 2 пружины, все, надо повыше чуть-чуть подтянул одно длину, надо еще чуть выше подтянул второе, ну соответственно вот так вот регулируем уровень, высоту дышло вот значит далее еще, ну соответственно машину кувыркали, вот отбойника у меня нету здесь вот костыль, который торчит, это предыдущее видео ребят, значит все что говорю про предыдущие видео на канале, на канале ребят, я все ссылочки оставлю под этим видео с описаниями, что за видео если кому интересно, заходите, смотрите значит машину у нас эту кувыркали вот, и поэтому оторвали отбойник, так у нас в руки не дошли его на место поставить, ну в принципе пока не трогают гаишники, ничего, как бы, еще ни одного предписания, ни одного штрафа вот, короче удобно снимать теперь запаску не имея этого отбойника вот значит, ну по прицепу скорее всего это все, потому что мы значит, ну один раз и только подводили тормоза вот, это все что было то есть с прицепом больше в принципе ничего, 70 тысяч прицеп прошел, а вот ломали нам ящик ломали ящик, значит упал баланс, ломала крышку ящика вот эту и загнула немножко, ну это мы выгнули к самому креплению, а ящик соответственно по гарантии у нас там показка прошел вот, значит как видите, все обвязки находятся с этой стороны по правилам, по технике безопасности они конечно должны находиться с той стороны но с той стороны неудобно то есть, когда машину мы кувыркали у нас, значит собирали обратно, ставили конники на место мы конники поразворачивали все в эту сторону соответственно на Мазовские конники наварили дизелесовские трещотки, чтобы все было под один ключ и соответственно удобно удобно это чем? удобно это тем, что когда ты нужно протянуть лес вот, ты останавливаешься где-то на обочине ну по-разному бывает вот, с той стороны соответственно у нас либо там трава какая-то либо глина, грязь с обочиной либо сугробы просто удобнее выйти из этой стороны на асфальте сухонько пройти и протянуть лес вот, ну и соответственно их все сделали с этой стороны вот, троса вот я вязал так вот то есть я сам вяжу троса то есть накидываю цепочки трос связал и изолентой его замотал все это надолго на весь срок службы тряпичной изолентой на весь срок службы троса сейчас конечно возим по малому по 30 кубов троса рассчитанные на полную загрузку и поэтому приходится вот сюда много наматывать и трос портится он потом как спираль вот такой вот весь некрасивый становится в общем не очень хорошо а да кстати по прицепу ребят совсем забыл вот эти вот отбойники их нужно обрезать то есть изначально вот этот боковой отбойник он идет видите где он сейчас заканчивается он должен заканчиваться примерно вот так вот но если его не обрезать короче загнешь эти отбойники вот вы видно просто мы его болгаркой отпилили вот в общем когда разворачиваешься на машине ты получается дышла точнее не дышла в поворотном кругу переднюю ось ты ее складываешь и дышлом вот тем местом дышлом ты упираешься вот в этот отбойник то есть если нужно круто сложиться прям прицеп к себе прям чтобы прицеп у тебя стоял прям рядом с машиной короче будешь задевать и будет значит короче херово будет вот так же вот этот номер номер изначально он идет снизу он идет снизу под фонарем ну вот у нас рама то есть когда мы ложимся на раму когда мы нас прилипли и там засосала нас куда-то там вот ну соответственно номер мы его нахер отрываем поэтому номер у нас идет сверху да это кстати ребят это больше наверно к разработчикам конструкторам маза то есть вот сразу блин делайте этот номер наверх потому что снизу это вообще не вариант вот нам еще нужно вот этот ящик куда-то убрать ну пока я как бы он висит но если вот так же я говорю нормально куда-то присосаться то есть этот ящик мы можем либо загнуть либо просто на хер оторвать то есть остаться без ящика ну пока висит пускай висит посмотрим на считаю что будет дальше поводу балансиров я уже говорил в каком-то видео то что вот эти балансиры раньше они были на бронзовых втулках с 2021 года балансиры начали делать на второпластовых втулках как по принципу камаза то есть балансиры мы уже протягивали много раз я не знаю 45 короче вот он как течет и течет короче вот вообще по идее туда масло не заливается туда забивается смазка вот второпласты втулки они должны работать на смазке вот но мы почему-то решили что туда нужно залить масло это нет я даже скажу так лёха решил залить масло я с ним долго спорил вот он все-таки настоял и говорит надо залить взял и залил вот ну ладно все равно будем перетачивать на бронзу второпласт это конечно не дело вот потому что потому что потому что бронза все равно будет дольше ходить чем второпласт так вот значит добрались мы до кабины сейчас ребят сразу же давайте я убавлю музыку чтобы меня это видео по завторские провал короче нет страйк не получил никакой озрачива дверные карты у нас видите перетянуты кожзамом мужичком стоит бой вот короче отдавать дер�ные карты то есть изначально они идут вот такие вот как потолок вот это вот серая вот это вода как ткань не ткань короче вот такие вот дверные карты были перетянуты я не значит кож замом вот и установлен стеклоподъемники две кнопочки выведены вот сюда вон эти две кнопочки здесь у меня ну что крепление для телефона рация значит тангетка наверху магнитова это у нас получается пжд-шка пжд-шка 3 часа 8 часов и соответственно сам то этот тахограф тахограф да правильно называется вот в принципе как бы вот смотрите да то есть боков сейчас как удобно раньше же как на мазах да то есть у тебя те жарко тебе нужно тянуться до того до дальнего окна что при открытом машина встречка проезжает и неудобно и постоянно пылит начала вот такая вот штука удобно быстренько закрыл встречкой из речка прошла обратно открыл все удобненько но такие чехлы в цвет соответственно как и передняя шторка передняя шторка боковые шторки вот в принципе по салону как бы ничего такого экстравагантного все как бы все простенько все по обычному спальничек открываем значит там у нас плиточка консервы ну соответственно все это в бардаке находится уже трясет сильно вот все спальник закрыли а значит еще имеется у нас значит такая кнопочка сос какие-то две лампочки короче ребят не знаю как это работает если честно короче как только получили машину значит попробовали побаловались понажимали нам даже там оператор трубку взял короче короче есть такая фигня останавливаешься несколько раз раза три было я остановился мотор только заглушил значит кабину поднимаю у меня автоматически срабатывает это сос он типа понимаешь что типа произошла авария кабина короче вообще опрокинулась что ли наверное ли так или как по-другому я не знаю вот и в общем начинает звонить и меня поднятая кабина я слышу там кто-то со мной разговаривал сначала автоответчик если ты автоответчику не отвечаешь никакими командами то есть от отече гири там ответьте да нет там вы попали аварию ты лишь нет вот он соответственно скидывать ты ничего не говоришь потом уже переводится на оператора потом мне уже оператор короче звонит оператор короче говорит здравствуйте здравствуйте у вас там дтп нет нет нормально все просто кабину поднял все всего доброго до свидания вот так что короче вот так вот так что вот так вот да кстати вот по поводу стеклоподъемника в стеклоподъемнике пришлось выводить то есть в двери провод выходит сюда то есть и вот здесь вот он проходит где-то вот там вот он сзади снизу и вот он заходит вот он вот он идет зашел в кабину вот с той стороны в принципе все точно так же вот этот проводок вот он сюда и зашел туда в кабину и соответственно там уже сама разводка вся находится там внутри вот так что вот так вот ладно друзья такой вот небольшой обзорчик что делалось что сделалось что слабое что сильная вот небольшой такой потому что блин я просто не ребята честно я не знаю чем заняться не состоять что я думаю часов 6 на расчет еще простую очередь я просто не знаю чем заняться я уже полежал и чай попил я только не подел дай пойду за 70 тысяч какая такая более-менее круглая потом запи запилим еще один кончик видос там тысячи по 150 мера ладно все друзья всем спасибо за просмотр кто-то смотрел это видео до конца всем кто кушал сейчас приятного аппетита всем до встречи всем пока увидимся в новых видео